Вопросы армянских военнопленных в Азербайджане продолжает оставаться одной из актуальных тем внутри внешнеполитической повестки Армении. Международный комитет Красного Креста ввел новшество, предоставив родным пленных их видеообращение. Власти Армении, скорее всего, признали свою несостоятельность принудить Азербайджан реализовать, наконец, восьмой пункт трехстороннего соглашения. Так, руководитель армянской делегации в ПАСЭ заявил, что единственный путь возвращения пленных – это усиление международного давления. А президент страны призвал ООН вмешаться в этот процесс. Хотя даже далекому от темы человеку понятно, что в данном вопросе надо искать и находить общий язык не с кем-либо, а с Россией. Россия не только инициатор прекращения огня в Карабахе, но и непосредственный посредник процесса, именно благодаря их миссии на родину вернулись десятки пленных. Эта тема регулярно поднимается и на уровне первых лиц, заинтересованных государств. Однако власти Азербайджана не спешат возвращать всех военнопленных и задержанных лиц, в том числе и захваченную уже после окончания боевых действий группу военнослужащих – уроженцев Ширака. В данном случае напомним, что эта группа была пленена азербайджанцами уже после подписания трехстороннего соглашения, когда по этому документу ситуация уже находилась в зоне ответственности российских миротворцев. Сегодня одним из главных пунктов переговоров Москвы и Еревана должен стать именно вопрос ответственности за возвращение этих военнопленных, поскольку чисто хронологически армянские солдаты были пленены уже в декабре, когда ответственность за поддержание мира в Карабахе документально была возложена уже на российских миротворцев. В соответствии с трехсторонним соглашением, стороны должны были остановиться на занимаемых ими позициях. Если территория вокруг сел Хацаберт и Янтагер в Гатрудском районе, где были пленены армянские солдаты, находилась под контролем армян, то как их могли взять в плен уже после подписания документа о прекращении огня? Если это случилось на подконтрольной Азербайджану территории, то как армянские военные могли ее пересечь при наличии российских миротворцев? Если миротворцы на тот момент чисто технически еще не успели занять позиции между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами, то здесь мы имеем дело с чистой воды провокацией с азербайджанской стороны, на которую должна ответить Россия. Эта тема должным образом не озвучивается и не уверена, что рассматривается на дипломатическом уровне. Ведь речь в данном случае идет о российской зоне ответственности, и именно российская сторона, наряду с армянской, является и ответственной за случившееся, и пострадавшей от нарушения соглашения со стороны Азербайджана, и заинтересованной скорейшим возвращением армянских пленных стороной. Когда провокация не получает должного ответа, она продолжается в той или иной форме. В Азербайджане стали распространять петицию на имя Алиева с требованием вывести российский миротворческий контингент из Нагорного Карабаха. Стоит отметить, что за подобными инициативами, конечно же, не стоят эмоции. В данном случае мы склонны видеть политику, причем инициированную самими властями Азербайджана, для давления на Россию, когда понадобится, в том числе и в вопросе военнопленных. Карина Уганян, Аналитический центр «Взгляд» для Армедия.